Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Журавлёв. Вслед за чёрным белый на сайте губернатора Ярославской области опубликован список производителей, продукция которых соответствует требованиям качества. Напомню, по распоряжению Сергея Ястребова контрольные закупки в нашей области проходили в течение двух месяцев. Особое внимание обращали на молочные и мясные изделия. Некоторые магазины глава региона посетил лично. Сразу после кассы каждый раз заполненная корзина отправлялась в лабораторию. Исследования показали, что большинство закупленных продуктов требованиям качества не соответствуют. Добросовестные производители оказались в меньшинстве. Их всего 23, в основном ярославские. Познакомиться с полным как чёрным списком, так и со списком хорошистов можно теперь на официальном сайте губернатора. Хотите шенгенскую визу? Сдавайте отпечатки пальцев. Ровно через месяц, 14 сентября, в России начинает действовать визовая информационная система Евросоюза. Желающим получить шенген придется лично явиться в консульство и отсканировать все пальцы рук. Дети до 12 лет от сдачи биометрических данных освобождаются. Если в паспорте у гражданина уже есть действующая виза, то после 14 сентября её не понадобится дополнять информации об отпечатках. Сообщается, что с введением новшества европейские страны обещают увеличить срок действия вдаваемых шенгенских виз. Самым крупным страховщиком Ярославля снова занялась антимонопольная служба. Ведомство возобновило дело в отношении Росгостраха о навязывании дополнительных страховых услуг при заключении договоров ОСАГО. Из-за множества жалоб ярославцев антимонопольщики взяли Росгострах в разработку еще в марте прошлого года. Однако дело пришлось приостановить, поскольку страховщик не выдал фас документов, которые бы подтвердили нарушение. Сейчас антимонопольное ведомство самостоятельно собрало необходимые доказательства. Дело рассмотрят в конце августа. Ярославец Артем Мохов стал победителем всероссийского турнира по боксу на призы олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Лебзяка и открытого чемпионата вооруженных сил России. Эти соревнования ежегодно проводятся в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. В этом году турнир собрал более 100 спортсменов из 20 регионов России. В итоге в категории 75 килограммов сильнейшим стал боксер из Ярославля. Благодаря этой победе Артем обеспечил себе путевку не только на чемпионат России, но и на всемирные армейские игры, которые осенью этого года пройдут в Южной Корее. Ярославский авиамоделист Михаил Ломов завоевал титул чемпиона Европы. Первенство Старого Света в эти дни проходит в румынском городе Салонта. В нем принимают участие более 60 сильнейших авиамоделистов из Эстонии, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Украины, Литвы и Белоруссии. Наш земляк показал наилучший результат в классе моделей планеров. Несмотря ни на что, они уверенно держатся в седле. Сегодня в Ярославле стартовало открытое первенство области по конному спорту по программе «Паралимпийская выездка» – специальная Олимпиада. Участниками стали 50 человек из Ярославской области, а также из Сыктывкара и Костромы. Самому младшему всаднику – 6 лет, самому старшему – 60. Основная задача спортсменов, поясняют организаторы. Найти контакт с животным, суметь вовремя остановить его, заставить повернуть. Соревнования будут проходить в течение двух дней, победителей ждут заслуженные награды, но без подарков и уж тем более бесприятных эмоций от общения с лошадьми не уедет никто.